Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Надо уже придумать новое приветствие, сколько можно говорить одно и то же, как попугай. Сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшую курочку-гриль. Так, сейчас надо без звука это все дело. Все, не беспокоить, у меня здесь трапеза. Когда я ем, я без слуха и не мой, так скажем. Так, у нас такая вот курица, огромная просто в этот раз получилась. Здесь это из Браво. Мне очень надо писать, как она нежная, вот просто. А, Тайс. Придумала новый механизм для микрофона. Вот эту статую мне подарили, когда дарили сережки. Это шкатулка. Последним видео микрофон был очень далекой, поэтому было плохо слышно. Точнее, был слышен шум, который быть слышен не должен. Поэтому я раскинула мозгами, придумала вот такую штуку. Точнее, не я придумала. Я смотрела мукбанкера. Пару видео буквально. Очень умная, рассудительная женщина. Не помню, как зовут. Но у нее была такая штука. Не совсем такая, просто микрофон стоял чуть выше. Сначала, когда я это увидела у нее, я не совсем поняла, зачем оно надо. Просто гляньте на это. Короче, я сразу не поняла, зачем это. Но сейчас я понимаю, что каждый раз, когда рука туда-сюда двигается, все-таки образуется шум. Неприятно. Вот такой вот рай. У нас с вами по гриле я соскучилась. Очень люблю гриль. Когда жили в России, я помню, шла со школы. И вот просто по дороге были такие грильницы. И там прям видно было, как жарится курочка-гриль. Это была моя слабость. Хотела купить, но всегда мама ругала вас. Мама говорила, зачем тебе оно надо, я тебе так пожарю курицу. Что будет не хуже любой гриль. Мама, кстати, жутко обижает, когда хвалишь чью-то стряпню. Однажды папа пришел домой. Он был у соседки. У нас там была соседка-азербайджанка. И в общем, папа начал хвалить, что соседка испекла такой вкусный домашний хлеб. И попросил, чтобы мама пошла и узнала рецепт. Тут мама разозлилась. В смысле рецепт? А я что, плохо готовлю? Как сейчас помню. Нам тогда по 10 лет было. Я после этого всегда знала, что маме нельзя хвалить чью-то стряпню. Но не любят человека. Так, курочка, повернись на другой бок. Этот бок уже крылышко мы съели. Я люблю крылышко. Самая любимая часть курицы – это крыло. И горло. Из-за горла вообще был целый скандал у нас всегда дома. Такие вот дела, ребята. Утром встала поздно, хотя у меня стояло 7 будильников. Я в последнее время с одного будильника не просыпаюсь. Вчера вроде рано встала, пошла на ресницы. Думала, что все. Режим у меня восстановлен. Но на ресницах я спала. Сегодня вечером с парнем тоже болтали. Поэтому не получилось вовремя лечь спать. Ножка здесь осталась. Давайте немножко поотвечаю на вопросы. Эвелина задает вопрос, точнее рассказывает свою историю о том, что ее раздражают сотрудники, которые работают вместе с ней. Как я поняла, Эвелина работает учительницей, все женщины и все дела. Как бороться с этим, она задает вопрос. На самом деле я проходила через это. У меня тоже были коллективы, которые прям жутко раздражали. Бесили, но вынуждена была с ними вместе работать. Потому что это работа. Мы не выбираем людей, с кем мы работаем. К сожалению, если бы можно было выбрать, было бы очень круто. Но, к сожалению, эта функция недоступна. Ты работаешь с тем, с кем тебе приходится. Мне кажется, просто нужно пропускать мимо ушей какие-то моменты. Не воспринимать все так близко к сердцу. Да я просто не люблю людей, которые просто в глаза тебя смотрят. И ты знаешь на 100, на 200%, что человек тебе врет, но он продолжает врать. Через каждое слово врет. У нас была такая одногруппница. Она вот вечно врала, что у нее оригинальная брендовая одежда. Хотя это было не так. Всегда пыталась казаться богаче. И самый лучший способ в такой ситуации просто игнорировать. И все, пропускать мимо ушей. Сейчас такого нету, потому что я работаю в мужском коллективе. Мне кажется, в женском коллективе работать очень сложно. Тем более, если это педагоги. С мужчинами все значительно проще. Они просто не точат на тебя зуб. Сказал что-то и забыл. Про ситуацию. Я в своей жизни почти всегда работала с мужчинами. Только одна компания, в которой я работала. Там было очень много девочек. И одна из них жутко меня раздражала. Прямо бессилово, бешево. Просто он строил из себя, знаете, такую работящую. Вот прям ужас. И до меня не доходило, почему нельзя делать выводы о проделанной работе, а не делать просто несчастное лицо, давить на жалость руководству. Вообще меня раздражают люди, которые подлизываются к руководству. Вот. Типа, знаете, такой хорошенький. Выполняю свою работу. Никто здесь ни выше, ни ниже никого. Если по должности это чуть выше меня, это не значит, что я тут на цыпочках должна бегать. Опять же, каждый человек сам себе выбирает место работы. Иногда бывает, что человеку приходится работать на месте, где ему некомфортно. У меня у подруги сестра работает в одном из магазинов одежды женской. И вот там прям концерты бывают. Девчонки ругаются из-за клиентов, потому что как раз-таки их зарплата зависит от того, сколько товара они продадут. И часто бывает такое, что клиент приходит, что-то выбирает, одевает, она там советует, консультирует его по этому поводу клиентам. А потом в результате клиент говорит, что я хочу еще немного повыбирать, похожу по магазинам, если что вернусь. В конце клиент возвращается и просто его встречает, например, другая газовая. суртланка и пробивает товар уже на свое имя. Вот как раз-таки у нее на работе очень часто такое бывает. и возникают конфликты. суртланка 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 я буду заморачиваться. если все равно если все равно я получу суртланка нужно менять нужно менять работу пусть даже на менее престижную, но менее стрессовую. Если вы тоже кушали вместе со мной, то ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на инстаграм. Всех люблю!